Друзья, всем привет! Сегодня мы рассматриваем Multiple Meaning Words, слова со множественными значениями. И первое слово у нас будет Pupil. Определение первого значения звучит как Young student under the care of a teacher. Молодой студент под присмотром учителя, то есть ученик. Рассмотрим это слово в примере. Her pupils are very well behaved. Ее ученики очень хорошо воспитаны. Pupil – ученик. Второе значение этого слова звучит как The opening in the center of the eye – отверстие в центре глаза. Или зрачок. Рассмотрим это слово в предложении. His pupils grew wide, as his eyes adjusted to the light. Его зрачки расширились, так как глаза подстроились под освещение. Pupil – зрачок. Итак, друзья, повторим. Pupil может переводиться как ученик, или же как зрачок. Pupil. Следующее слово у нас будет Reservation. Основное определение звучит как An agreement to have something held for you. Соглашение что-либо придержать для вас. Бронь или бронирование. Рассмотрим предложение. Hi, I have a reservation for two nights. Привет, у меня есть броня на две ночи. Имеется в виду в отеле. Reservation – бронь. Бронирование. Также reservation может определяться как A feeling of doubt or uncertainty. Чувство сомнения или неясности. Переводится как сомнение. I have some reservations about going for a walk outside. It's so hot. У меня есть некоторые сомнения насчет прогулки. Там очень жарко. Reservation – сомнение. Итак, повторим. Reservation может переводиться как Бронь или сомнение. Ну что ж, друзья. На сегодня это все. Спасибо, что досмотрели до конца. Учите английский and see you soon.